В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Карагандинской области запустили уникальный завод. Очередной скандал турагентства с авиапассажирами. 6 июля огненное шоу пройдет в Караганде. Сегодня в канун Дня Астаны с участием президента страны Нурсултана Назарбаева прошел общенациональный телемост по презентации и запуску индустриальных объектов. Поступательное развитие и реализации государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития Казахстана подтвердил и запуск завода в Карагандинском регионе Бемер Арматура. Прямо с завода Бемер Арматура, где будут изготавливаться шаровые краны и запорная арматура, построенные на территории специальной экономической зоны Сарыарка, и шлам принимает телевизионная трансляция. Перед церемонией запуска производства генеральный директор ТОО Бемер Арматура Андрей Кефер доложил главе государства, что в проект инвестировано более миллиарда тенге, создано 160 рабочих мест. Завод является единственным в своем роде предприятием во всей Центральной Азии, обеспечивающим потребности химической, газовой, нефтяной и других отраслей промышленности. Давая разрешение на запуск этого производства, глава государства отметил, что завод запорной арматуры для нас очень важен. У нас столько нефтепроводов и трубопроводов, которые поставляют воду, энергию и тепло. Это важнейшее предприятие, поэтому мы его там и строим. В Казахстане мы увидели сердечных людей, хорошее отношение, поэтому и было принято решение строиться в Казахстане. Здесь будут производиться шаровые краны самых разных размеров. В отличие наших производств в Германии и Китае, на этом заводе применяется самое современное модернизированное оборудование. Для его освоения работники обучались в Германии шесть месяцев. С уверенностью можно сказать, что ими новые технологии освоены. Наша продукция имеет мировое качество. Мы стремимся, чтобы это предприятие через год стало независимым от материнского производства в Германии. Шаровые краны диаметром 15400 миллиметров рассчитаны на высокое давление до 250 атмосфер и большой температурный диапазон использования от минус 180 градусов Цельсия до плюс 650 градусов Цельсия. В первый год запуска производства планируется выпустить около 5000 кранов. Выход на проектную мощность – 10 тысяч кранов – планируется в 2015 году. А завод является одним из 80 проектов, включенных в карту индустриализации от Карагандинской области. К настоящему времени уже введено в эксплуатацию 53 производства общей стоимостью 100 миллиардов тенге с созданием порядка 4000 рабочих мест. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бахтия Роспанов, Первый, Карагандинский. Очередной скандал между турагентствами и пассажирами. 169 туристов не смогли улететь в Анталию в назначенное время. Причиной послужило то, что туроператор Гульнар Тур не выполнил обязательства по погашению задолженности в сумме около 13 миллионов тенге. Эту сумму компания должна была выплатить до 21 июня текущего года. По крайней мере, так утверждает руководство аэропорта города Караганды. Ситуации разбирались наши журналисты. Туристическая компания Гульнар Тур – туроператор номер один в Казахстане. Именно так пестрят рекламы компаний в городе Караганде. Вот и доверили туристы свой летний отдых данному туроператору. Правда, из-за споров между аэропортом города Караганды и туристической компанией пассажиры не смогли улететь вовремя. По словам туристов, еще до регистрации они позвонили в справочную аэропорту. И там им сообщили, что самолет в Анталию не вылетит. А все из-за невыполнения обязательств по погашению задолженности туроператором Гульнар Тур. По словам руководства туристической компании, их задолженность составляет не 13 миллионов, а всего 4 миллиона тенге. Но застрявшим в аэропорту туристам от этого не легче. Мы не злостные плательщики. Как они говорят, что мы за два месяца ни одной тенге им не заплатили. У нас есть счета, что мы каждый день им проплачиваем. Каждый день. Из-за каких-то 4 миллионов надругаться над туристами, я официально заявляю, что мы подадим в прокуратуру для прокурорской проверки деятельности аэропорта. И тогда мы посмотрим, кто сколько что должен. Потому что мы это так дело не оставим. Из-за каких-то 4 миллионов надругаться над туристами, понимаете? Я понимаю, что хорошо, ладно, мы все люди грамотные, у всех бизнес какой-то. Если кто-то кому-то должен, пожалуйста, подавайте в суд, правильно? Разбирайтесь. Но чтобы вот так вот подставлять туристов и делать это все публично, для чего это делается? Для того, чтобы вот разгорелся вот этот вот скандал. По словам руководства туристической компании «Гульнартур», «Атласджет» – не чартерный рейс. Он выполняет регулярные рейсы. В связи с тем, что у него произошла какая-то замена, он и задержался с вылетом из Анталии с нашими туристами. Пассажиров уже там, в Турции оповестили, что самолет прилетит, но улетит пустой. Каргандинским туристам о возникшей проблеме сообщили специалисты коммерческого отдела аэропорта Карганды. Вот где вы видели, в какой стране и в каком любом другом аэропорту, чтобы сотрудники аэропорта так себя вели. Через каждую минуту они объявляли о том, что рейса не будет. Товарищи, расходитесь по домам. Правильно же, да? И раздавали какие-то бумаги о наших долгах. Это где вы такое видели беззаконие? На каком основании? Я говорю, мы будем подавать на них в суд. Проблема задолженности, конечно, решится. Но вот как быть с потерянным временем туристов. Хотя компания «Гульнар Тур» пообещала возместить моральные и материальные ущербы. Также заверили пассажиров, что вылет 2 июля в 21 час. В справочном бюро сказали нам, что «Гульнар Тур» они не проплатили часть этих билетов, в общем, задолжали. Мы должны были, у нас самолет в 3.40 должен был вылететь. В 3 часа он уже прилетел, самолет. Потом мы выяснили, что, оказывается, они были готовы принять пассажира, а аэропорт не провел должную регистрацию. Начальник аэропорта один раз вышел, сказал, что вся вина лежит на «Гульнар Туре». На фоне всего происходящего просто по Казахстану вообще с компанией, было все замечательно. И вдруг на тебе. Пока не решится вопрос выплаты за должности компании «Гульнар Тур», вылета не будет, так отвечают представители аэропорта города Караганды. 1 июля мы получили официальное письмо от авиакомпании «Атлас Жет» о том, что данный рейс по маршруту Караганда-Анталья 1 числа, в связи с тем, что не была предоставлена информация о проданных билетах туроператорам «Гульнар Тур», который имеет блок места на этой авиакомпании, самолет должен вылететь без пассажиров. То есть у нас есть официальное письмо и есть официальная радиограмма, которая проходит через комитет гражданской авиации, о том, что данный рейс должен вылететь в пустыню. В связи с этим, на основании этих двух документов, мы где-то в час-пятнадцать ночи официально объявили по громкой связи пассажиров, и в том, что рейс отменяется в связи с тем, что перевозчик предоставил нам документ, основываясь на котором, мы не имеем права вообще регистрировать пассажира. Вот вам и долгожданный отпуск, который, не начавшись, уже испорчен внутренними неладами между двумя организациями. Как это часто бывает у нас, потребитель вновь стал разменной монетой никому не нужных дрязг. Гульнур Жакен, Нурсултан Исаев, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Отсутствие заработной платы вынудило рабочих предприятий «Тихолмонтаж» в Семиртау выйти на забастовку. Работники «Тихолмонтаж» вышли на забастовку. 1 июля они собрались у ворот предприятия. По словам трудящихся, они уже несколько месяцев не получают заработную плату. Руководство строительно-монтажной фирмы хранит молчание. У нас происходит зарплату, они дают в нашей конторе. Происходит это уже очень давно, задержки пошли. Сейчас у них такая маня, что они дают по 50% зарплаты нам постоянно. 50% дадут, 50% в конце месяца скитаются на то, что у них денег нет. И вечно свои проблемы нам дают. Мы недовольны этим, мы хотим вовремя своевременную стабильность получать во всем. И все, больше всего получили. За май нам еще зарплату даже заплатили, уже месяц начался какой. В нелегких условиях оказались работники «Тихолмонтаж». По их словам, вместо зарплаты руководству предприятия постоянно кормят их одними обещаниями. Говорят, чтобы мы у родственников деньги занимали на проезд. В общем, как-то выкручивались. За май еще не дали нам зарплату. В договоре написано, там конкретного числа сейчас нет, вот договор. Но написано ежемесячная зарплата. То есть это ежемесячно, либо в начале месяца, либо в конце месяца мы должны получить свою зарплату. Сейчас май месяц. То есть за май мы не получили, уже получается июнь, июль начался, сегодня первое число. Ни за май, ни за июнь нет. Первого июля у ворот предприятия собрались десятки человек не для того, чтобы поговорить о романтике и важности работы, а с требованием соблюдения трудового законодательства. Мы хотим добиться, чтобы нам заплатили за май и за июнь. Все. Нашу зарплату стабильность, чтобы была, чтобы мы знали, за чем мы работаем. Давать какие-либо комментарии руководство фирмы отказалось. Охране строго наказали не пропускать на территорию предприятия корреспондентов. По словам трудящихся, бездействует и профсоюз. Профсоюз у нас в тихом монтаже не работает. Он все знает наши проблемы, но абсолютно никаких действий он не производит. Вот как есть, он тихо, мирно сидит и ничего даже, даже в нашу защиту никаких действий он не предпринимает. Права трудящихся тихо-монтаж приходится защищать городскому профсоюзу. По словам Натальи Поповой, с представителем этого предприятия они не раз встречались в суде. Вот этим работникам необходимо, наверное, если там их притесняют, им нужно идти напрямую в судебные органы, обращаться в департамент и свои права отстаивать. А то, что их нужно отстаивать, это неоспоримо, по-моему. К сожалению, на сегодня очень много недобросовестных работодателей в нашем городе, которые не заключают ни трудовые договора с работниками, задерживают заработную плату. Есть предприятия, где не оплачивают больничные листы. Ну и много других трудовых, в общем-то, споров возникает, где работодатель может выйти, как говорится, из этой ситуации и не выплатить те деньги, которые причитаются работяги, которые их заработал. Сейчас люди намерены обратиться в прокуратуру в поисках защиты своих законных прав. Впереди небольшая реклама, не переключайтесь. Торговая марка «Галвин» представляет с балкон или лоджию – это ваш профиль. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль «Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система «Стандарт» относится к классу А, а значит, полностью соответствует современным требованиям качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка – серия «Эксклюзив». Пятикамерный профиль «Галвин» 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета, профиль «Галвин» выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки «Галвин» и «Галдек» не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. В Караганде за подброс героина осудили бывших полицейских. Вынесли приговор бывшему начальнику управления по борьбе с организованной преступностью Департамента внутренних дел области Талгату Акшалову и экс-заместителю Кинжитаю Атагулову. Это дело тянется больше года. Высокопоставленных полицейских обвинили в подбросе наркотиков в превышении должностных полномочий и служебном подлоге. По версии следствия, в июле 2007 года, неподалеку от Балхаша, Атагулов подкинул Адельмурату Маженову героин массы полтора грамма в левый карман его спортивных трусов. Как рассказывал Маженов в суде, он с друзьями отдыхал на пляже. Когда они возвращались домой, дорогу им перегородила машина. Оттуда вышли люди в черных масках, бронежилетах с автоматами. Их начали избивать, после чего и подкинули наркотики. Не заметить подлога было невозможно. Пакетик с наркотой был сухой, а купальные трусы – мокрые. Маженов 7 месяцев провел за решеткой, впоследствии он был реабилитирован. Дело закрыли за недоказанностью вины. Атагулов действовал в сговоре со своим шефом Талгатом Акшаловым. Арест заместителя начальника УБОПа был весьма скандальным. Перед зданием спецпрокуратуры, куда привезли задержанного Атагулова, его родственники и друзья устроили пикетирование с требованием освободить Атагулова. Наконец, суд района имени Козыбекби огласил приговор. Талгат Акшалов признан виновным в служебном подлоге и превышении служебных полномочий. По статье 314 УК РК служебный подлог его оправдали. Акшалову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Что касается Кинжатая Атагулова, то он признан виновным по тем же статьям, что его бывший начальник. Ему дали пять лет в колонии общего режима. Также оба осужденных не имеют права в течение пяти лет занимать какие-либо должности в правоохранительных органах. Переговор пока не вступил в законную силу. Возможно, последует апелляционная жалоба. В 2013 году в Казахстане зарегистрировано 130 тысяч правонарушений. Из них 44% были совершены в Карагандинской области, 33% в городе Тимиртау и 22% в Жизказгане. Об этом стало известно на собрании в городе Жизказгане с участием начальника департамента внутренних дел Карагандинской области, генерал-майора полиции Мергенбая Жапарова. Оценка деятельности органов внутренних дел города Жизказгана в борьбе с преступностью и охране общественного порядка – главная цель приезда генерала в Жизказганский регион. За последние пять месяцев текущего года наблюдается снижение роста преступности в регионе. Об этом проинформировал начальник управления внутренних дел города Кайрат Токушев. За последние пять месяцев мы добились уменьшения тяжких и особо тяжких преступлений в городе. Предотвратили множество преступлений, связанных с кражей, угонами машин, правонарушений разного характера. В городе возросла раскрываемость тяжких преступлений сотрудниками правоохранительных органов. Ни одно правонарушение не остается незамеченным. Все фиксируется органами полиции. Начальник департамента внутренних дел области Мергенбая Жапаров отметил положительную работу служб полиции города Жизказгана. Сегодня мы провели рабочую встречу, где говорили о проводимых работах органами внутренних дел города Жизказгана. Также отметили совокупную работу с исполнительными органами. Как известно, действуют региональные программы по предотвращению правонарушений в регионах области. По данной программе также проводится усиленная работа. Сотрудники управления внутренних дел прилагают все усилия для раскрытия преступных дел по горячим следам. Работа ижизказганских полицейских довольны и жители города. Пользуясь случаем по приезду господина генерала, хочу выразить огромную благодарность сотрудникам полиции, которые очень быстро, своевременно, четко поймали преступников и все вещественные доказательства мне уже возвращены. Главным показателем в работе полицейских является уровень доверия граждан к правоохранительным органам. Несомненно, совместная работа всех органов внутренних дел области и общественности города даст положительные результаты по предотвращению и уменьшению правонарушений в Казахстане. Гульнур Жакен, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Департаменте внутренних дел Карагандинской области состоялась встреча с представителем коалиции по предотвращению и борьбе с пытками. В 1997 году по рекомендации экономического и социального совета Генеральная ассамблея ООН провозгласила 26 июня Международным днем Организации Объединенных Наций в поддержку жертв пыток. Цель подобной деятельности ООН направлена на искоренение пыток и обеспечение эффективного функционирования конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Пытка означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания. На встрече приняли участие представители правоохранительных органов, прокуратуры, директор Карагандинского филиала Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдения законности Юрий Гусаков. Все в сознание упирается, о всем можно говорить, но сознание человека, правильные приемы работы, необходимое уважение конституционным нормам, недопустимости унижения человеческого достоинства начинается не только в учебном заведении, но и с малых лет в средней школе, в учебном заведении готовящих специалистов, профессионалов. Профессионалов на сегодня мало. В своем докладе Юрий Гусаков отметил, что в настоящее время в Комитете ООН против пыток зарегистрировано 9 сообщений из Казахстана. За период с января 2013 по январь 2014 года в коалиции получено 410 сообщений о пытках, жестоком и унижающем достоинство обращения. Вместе с тем, за прошлый год в Казахстане по фактам применения пыток было возбуждено 35 уголовных дел. Сергей Высокосов, Батья Руспанов, Первый, Карагандинский. Окна Артек. Идеальное сочетание максимального комфорта и бережливости. Безупречное немецкое качество по доступной цене. Окна Артек. Ваше спокойствие на долгие годы. Артек. Окна для жизни. 6 июля на набережной Центрального парка состоится грандиозное феер-шоу. По заказу отдела внутренней политики города Караганды состоится второй ежегодный фестиваль огненных искусств. На фестивале в Караганде встретятся фаерщики со всего Казахстана. Всего будет около 50 участников. Артисты будут обмениваться опытом для того, чтобы подарить нашему городу незабываемые впечатления на галоконцерте. Реализаторами являются Общественное объединение Центр творчества «Эйр-Твист» и Школа современных искусств Куба, команду, которую я представляю, при Дворце детей и юношества, город Карагандаль. Это люди, которые занимаются непосредственной организацией. Также в городе есть компании, которые поддержали фестиваль, что очень радует. В прошлом году фестиваль дебютировал, было сложнее. Мы о фестивале знали мало. Многие люди до сих пор понятие фаер-шоу воспринимают довольно абстрактно. То есть не все знают, что это такое. Этим летом в качестве мастеров и судей к нам приехали гости из Москвы. Специалисты международного уровня будут проводить мастер-классы для фаерщиков Казахстана. Марьяна Тен и Дмитрий Горностаев участвовали во многих фестивалях. Их знают не только в России. Они также выступали на Европейской жонглёрской конференции во Франции. Я занимаюсь огненным шоу примерно с 2007 года. Сначала это было хобби, потом я начала заниматься этим профессионально, выступать с огнём в разных командах Санкт-Петербурга. Потом я переехала в Москву и теперь у меня свой коллектив на зоне Марум Шоу. Я руковожу коллективом, занимаюсь постановками, занимаюсь именно технической частью процесса. Также я рисую костюмы для шоу. 5 июля пройдёт генеральная репетиция. 6 июля на набережной Центрального парка карагандинцы станут свидетелями грандиозного фаер-шоу, по результатам которого судьи из Москвы выделят три лучшие команды и три сольных номера. Победители получат ценные призы и, в частности, самое необходимое в их деле – это огнетушители, предоставленные компанией «Семь дел Гроуп». Я занимаюсь огненным шоу приблизительно 7-8 лет. Начинал как хобби, просто увидел случайно на улице, заинтересовался, начал заниматься. Потом, в как этот момент, это переросло в основную деятельность, в основную работу. Сейчас являюсь артистом, пиротехником, руководителем коллектива «Аурум Шоу». 7 июля участники отправятся в кафе «Восточный квартал», где они продолжат крутить огонь для тех, кто не смог посетить галоконцерт, и для тех, кто хочет увидеть огненное искусство еще раз. Лариса Хусейнова, Айден Жакан, Бахтия Распанов, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск завершен. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 4206-49. Аман Сау Болгстер. Аман Сау Болгстер. Аман Сау Болгстер.